Уютная атмосфера, запах калачи и горящие свечи. Так в 20-й школе села Гыска проходят традиционные рождественские посиделки. Школьники практически воссоздали сценарий доброй сказки вечера на хуторе Блездиканьки. Здесь и капризная Оксана, и вредная Солоха, и даже чёрт, который снова пытается испортить праздник. Но злым силам противостоят добрые, светлые песни и улыбки ребят. В нашей 20-й школе есть добрая, славная традиция. Каждый год, в январе месяце, мы приглашаем старожил нашего села, бабушек, которые помнят ещё те далёкие времена, когда по дворам ходили, калядовали, щедровали, посевали. Мы стараемся возродить эти традиции, и поэтому перед ними мы приглашаем в школу, выступаем перед ними, они калядуют тоже перед нами. Таким образом мы поддерживаем связь поколений. Крещенский сочельник – последний день калядований, последние святочные гадания. Ряженые ходят в гости и поют калядки, в которых желают хозяевам благополучия и здоровья на весь будущий год. Посевают зерном, чтобы счастье и радость не покидала стены жилища. Всем спасибо вам! С Новым годом поздравляю! Счастья, здоровья! Спасибо! За это щедрые хозяева дарят гостям вкусные подарки. Об этом не понаслышке знает молодое поколение. Школьники пели, рассказывали стихи, за что тоже получили желанные сладости. Принимают участие каждый класс. Все дети готовятся, ответственно к этому относятся. И тоже все калядуют песни, песни поют. Я сегодня буду хозяйкой. Буду всех принимать. Буду принимать калядки. Буду всех угощать. Традиция калядовать – одна из самых старых и распространенных. Старожилы села Гыска с радостью вспоминают то время, когда всем селом праздновали рождественские святки. Как обычно, что калядуем, потом посеваем, а сейчас уже щедруем. Вот и все у нас так проходит красиво очень. Калядки позади. В Крещенский сочельник принято вычищать и вымывать весь дом. Снимать рождественские украшения и готовить традиционные блюда – кутю, вареники и постные печенья. Основную роль в этом празднике имеет вода. Вода – это символ новой жизни, очищения и здоровья. Еще с вечера 18 января в церквях начинают светить воду. Уже завтра православные горожане смогут совершить обряд купания в освященной купели, которая состоится в час на городском пляже. Екатерина Белогрива и Евгений Никонов. Бендерское телевидение.